В любом споре мы защищаем не свою точку зрения, а свое «Я». В человеке неподражаемо для других именно то, чему он сам не в состоянии подражать, мое неподражаемое неподражаемое и для меня. Достоинство есть именно то, что больше всего возвышает человека, что придает его деятельности, всем его стремлениям высшее благородство. Никогда не сердитесь на человека за то, что он говорит правду. Истинная самозабвенная любовь состоит в готовности солгать, обмануть для того, чтобы сделать другого человека счастливым, чтобы создать для него ту реальность, которую он ищет, если ему не нравится та, в которой он живет. Одной из самых важных характеристик студента является вопрос. Пусть студенты задают вопросы. Там, где есть праведность в сердце, в доме есть гармония. Когда в доме есть гармония, в нации есть порядок. Учитель должен иметь творческий разум. Когда мы преодолеваем препятствия, мы находим скрытые запасы мужества и устойчивости. Мы не знали, что имели. И только тогда, когда мы сталкиваемся с отказом, мы понимаем, что эти ресурсы всегда были там внутри нас. «Какое учение лучше всех?» — спросили одного философа. «То, которое ненавидят дураки», — ответил тот. Платона как-то упрекнули в том, что он беден. На это он ответил, «Неужели мне следует стремиться приобрести то, что жадность и скупость тщательно охраняют, а щедрость и расточительность в конце концов уничтожают?» Знание — столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника. Снисходительное отношение к глупости присуще каждому умному человеку. «Раз и навсегда дается тебе краткое наставление. Люби, и делай, что хочешь. Молчишь ли ты, молчи по любви, вопиешь ли, вопи по любви. Если наказываешь, наказывай по любви, если щадишь, щади по любви. Пусть будет внутри корень любви, от этого корня не может произойти ничего злого». Мир — это книга. И кто не путешествовал по нему, прочитал в ней только одну страницу. Ничего не может быть смешнее щепетильности и обидчивости человека, вспыхивающего при малейшем поводе к ссоре. Великая тайна воспитания — направлять честолюбие на подходящие предметы. Характер каждого человека, оказывает влияние на счастье прочих людей, смотря потому, имеет он свойство приносить им вред или пользу. Чего не лечит лекарства, излечивает железо. Чего не врачует железо, исцеляет огонь. Чего не исцеляет огонь, то следует считать неизлечимым. Когда человек берет на себя серьезный риск, ему необходима внутренняя дисциплина. И крокодилы плачут, а все-таки по целому теленку глотают. Только два сорта и есть, податься некуда. Либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни. Жить такими честолюбивыми мечтами, страдать, плакать горькими слезами, бороться и после всего этого единственный удел забвения. Забвение, как будто тебя никогда и не было на свете. Я попросила бы Господа Бога сделать меня такой, чтобы никого не раздражать. Но из этого ничего не выйдет. В начале любой войны первая ее жертва правда. Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна. Она вечна. Она несокрушима. В жизни так, кто упал, тот на ковальне, кто поднялся молот. Если хочешь быть на ковальне и становись молотом. Я хотела больше детей. Огромной трагедией было для меня то, что я не смогла родить еще и потеряла двоих во время беременности. У англичан не самая лучшая дикция. Во Франции тебе приходится произносить все очень четко, и изучение французского в раннем возрасте, очень помогло мне в будущем. Все мое образование и ранние годы моей жизни были окружены мечтами о сцене. В чужой стране путешественник — мешок с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить. У будущего есть несколько имен. Для слабого человека имя будущего — невозможность. Для малодушного — неизвестность. Для глубокомысленного и доблестного — идеал. Потребность безотлагательна, задача велика, время пришло. Вперед, к победе! Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. История мужского сопротивления женской эмансипации едва ли не интереснее, чем история самой эмансипации. У меня есть глубоко скрытое и невнятное желание чего-то за пределами повседневной жизни. На окраинах каждой агонии сидит какой-то наблюдательный парень, который указывает. Одинаковое счастье — быть победителем или побежденным в битвах любви. Тот, кто глубоко исследует свою душу, так часто ловит себя на ошибках, что по неволе становится скромным. Он уже не гордится своей просвещенностью, он не считает себя выше других. Желание есть движущая сила души. Душа, лишенная желаний, застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым. Неважно, сколько болтают мои министры, лишь бы они делали то, что я говорю. Страсть к победе пылает в каждом из нас. Воля к победе — вопрос тренировки. Способ победы — вопрос чести. Персональным нападкам на меня только радуюсь. Значит, других политических аргументов у противника уже не осталось. Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли она или лежит в покое. Лишь когда она мертва, она пряма и не притворяется. Если человек не понял, ради чего он готов умереть, он не сможет достойно жить. Для первого шага достаточно веры. Не обязательно видеть всю лестницу, чтобы сделать первый шаг. Человек компетентный — это тот, кто заблуждается по всем правилам. Вкус состоит из тысячи безвкусиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова